всем привет с вами снова лакмус мы продолжаем играть в oblivion я нахожусь по-прежнему в храмовом районе после завершения предыдущего эпизода я сгонял конечно свой замок подчинился выложил барахло как обычно и хотел как бы начать дальше в дальнейших эпизодах проходить аддоны но случилось так что после того как я прервал запись после предыдущего эпизода вот ко мне подошла женщина данмер по имени рался нарвала и значит попросила помощи нужно встретиться с ее мужем в доме некого середура это побочный крест а так смутно припоминаю я думаю что стоит им заняться перед тем как мы пойдем выполнять квесты аддонов вот этот дом какой-то голый чувак наконец-то мне выпала честь встретиться с тобой когда я услышал что ты в городе сразу послал за тобой твоя репутация опережает тебя о позволь мне представиться я середу рад встрече извини что пришлось послать жену гелена за тобой мне кажется будет безопаснее если нас пока не будут видеть на улице вместе ты не можешь пойти со мной отлично весны смотри под ноги ты что за голый чувак ходит у нас тащат в подвал давайте проследуем за ним тут у них целая шайка как можно заметить мое присутствие здесь честь для меня добро пожаловать ты находишься в резиденции ордена добродетельной крови немногие не входящие в наш круг когда-либо вступали в нашу святая святая мы за неимением лучшего слова защитники мы охраняем этот город азаразы которая отравляет его мы охотники на вампиров уверен тебе приходилось иметь дело с этими презренными созданиями питающимися невинными как скотом наша группа борется с ними увы мы всего лишь трое стариков не способных противостоять боевой мощи вампиров нам не хватает сил чтобы победить их в бою наша цель уничтожить вампиров живущих в нашем городе правда мы никак не можем найти одного из них нашему ордену стало известно что житель храма у района ролланд дженсерик вампир и на его счету уже есть одна жертва и это твоя задача мы хотим просить тебя убить этого вампира и очистить город от этой заразы пока он не покусал или не убил еще кого-нибудь несколько ночей назад я бродил по городу я это часто делаю высматриваю признаки вампиров когда я проходил мимо дома ролланда я услышал крик я бросился в сад за домом и обнаружил ролланда боровшегося с женщиной с которой у него был роман я попытался вмешаться он был слишком силен он бросил свою любовницу на землю и переключил свое внимание на меня к счастью мне удалось выбежать назад на улицу и ускользнуть от него некоторое время я прятался затем вернулся в этот сад ролланда не было а женщина была мертва задней части и шеи было видно два следа от укуса тогда я догадался что ролланд был вампиром ордену нужна твоя помощь чтобы выследить и уничтожить его я бы начал с обыска его дома его там уже давно не было так что это безопасно возвращайся к нам если будут вопросы мы встречаемся по ночам ну что ж давайте кто знает когда роллан обследуем дом этого ролланда здесь ничего интересного нет немножко смущает меня этот голый данмер туда нам пока нельзя давайте обследуем дом идем тупо по маркеру не будем заморачиваться хотя сейчас ночь но это как раз отличное время сохранимся здесь вроде бы как должно быть пусто но это не нужно ингредиенты я пожалуй буду собирать даже ворованные нам они пригодятся конечно же так ну и давайте в подвал наверно зелья интересные скуму я брать не буду вино это ворованные тоже мне без нежды молотунчик заберем списки товаров объявления зачем это нам все значит идем на второй этаж значит идем на второй этаж значит идем на второй этаж вот тут тоже никого нет сохранимся сохранимся свиточек нам он тоже не нужен рецепт и рецепт нам тоже не нужен очень сложный замок стрелы пригодятся но пока что никаких зацепок особых я не вижу кровать кольцо не буду забирать так посуду не буду тоже брать сворованную череп нам не нужен зачем вот на столе где лежит еда за какой целью здесь стоит череп я вот не понимаю так ну и что-то как-то никаких указаний объявления никаких указаний на то где искать этого Роланда пока мы не нашли довольно странно еще раз давайте наведимся в подвал посмотрим вот эти свитки список товаров может быть здесь есть какой-нибудь потайной ход уже я не вижу ничего такого может быть мы просто не все обсудили с нашим квестодателем давайте прочтем найти что-нибудь что могу подсказать где он находится сейчас видимо это должна быть какая-то записка я так подозреваю любовное письмо что-то я не спалил сразу о некой хижине в которой они предполагались встретиться хижина находится в великом лесу к востоку от имперского города нужно туда отправиться конечно не обучающая маркер нам добавили поэтому сразу не мешкая так ну ближайшая вот эта пещера оттуда больше всего будет дойти вот это вот неприятная встреча сприган сприган неприятен тем что призывается на помощь медведя неплохо лечится вот накладывает также дебаф можно видеть давайте посмотрим что он такое наложил понижение удачи проклятье спригана да сприганов я не очень люблю так ну нам туда нужно перейдем в брод здесь вот по мелководью немножко сплаваем сохранимся краб надо выйти на дорогу там вроде бы как есть дорога до этого домика вроде бы вот здесь нет вот туда в ту сторону прямо по курсу у нас крепость какая-то возможно там нам встретятся какие-нибудь враги скорее всего бандиты я никого не вижу хотя нет там вон гоблины не не буду я с ними связываться нафиг они нам не нужны нам туда надо довольно близко располагается луна надо сказать так тут вот снова бандиты опять на нас что-то наложили какую-то херню там еще один с зачарованным топором мифриловые сапоги вонитовую булову пожалуй возьму давайте постреляем немножко попрактикуемся что-то не было оно исчезло блин спалил какое оружие кричит как оружие кричит вон боевой молот тяжелый возьмем посмотрим что тут стеклянный щит обязательно возьму и сапоги вроде бы у нас сапог нету сохранимся там вроде еще кто-то был или нет нет их всего двое было там стражник как раз едет нет больше никого движемся дальше это здесь домик вот вот он этот домик хижина ну действительно хижина да можно нужно быть насторожей поэтому давайте вооружимся сохранимся сохранимся так сохранимся так здесь закрыто так у нас это не остановит а вон собака дрыхнет посмотри что его все ищут а он дрыхнет давайте пока осмотримся здесь пока он спит снова химии попырим все что плохо лежит это зря я взял бриллиант нет давайте его выложим так не буду я собирать ворованные драгоценности смысл смысл в этом никакого нет все это выход давайте поговорим с ним тогда что он скажет свое оправдание уходи я знаю зачем ты пришел оставь меня в покое на вампира не похож вампиры почему ты спрашиваешь меня об этих грязных тварях это дублюдок середур смеет обвинять меня в том что я вампир меня да это он вампир неожиданно поворот сюжета я не верю ему я знал что он попытается обвинить во всем этом меня если бы я только мог добраться до него да давай успокойся прошу извинить меня я долго прятался в этой хижине и позабыл о приличиях попробуй меня понять я любил ее я бы никогда не причинил ей зла я любил Релфину больше жизни впервые мне кто-то так нравился и тогда я увидел середура пожирающего ее своими похотливыми глазами когда она начала выходить в сад по ночам я стал подозрительным я не хотел потерять ее я должен был доверять ей ох Релфина да я должен рассказать об этом хоть кому-нибудь той ночью я решил пойти за Релфиной я хотел узнать куда она ходит по ночам когда она остановилась в саду и из тени вышел середур мое сердце сжалось затем неожиданно он набросился на нее она казалось впала в состояние транса когда он обвил вокруг нее руки и погрузил зубы в ее шею я выскочил из своего укрытия и бросился к середуру видно я захватил его врасплох он отшвырнул Релфину в сторону она упала на землю и я услышал противный хруст когда ее голова ударилась о камень середур оказался сильнее меня он свалил меня одним быстрым ударом когда я терял сознание я увидел как он рассмеялся а затем исчез теперь я знаю почему он не прикончил меня тогда той ночью он хотел чтобы все подозрения пали на меня я запаниковал к тому времени как я очнулся ее тело исчезло я знал что середур считается уважаемым членом общества мне бы никто не поверил что он вампир я сбежал сюда в эту хижину чтобы собраться с мыслями думаю тебе нужно принять решение ты собираешься убить меня? пожалуй нет я ему поверю и выслушаю его как бы его продолжение истории спасибо я рад что ты даешь мне шанс все объяснить я знаю о середуре и его тайном ордене лучший способ замаскироваться для вампира это притвориться что он сам охотится на них возможно тебе стоит поговорить с финтиасом из книжного магазина первое издание что в торговом районе я знаю середур иногда заглядывал туда сомневаюсь что он говорил Гелену и серой глотке хоть что-нибудь но ты все равно можешь попробовать расспросить их как ты знаешь вампиры не выносят солнечного света готов заключить пари что никто никогда не видел середура на улице днем да надо вернуться в вампирский город и порасспрашивать народ начнем мы с книжного магазина хотя сейчас ночь наверно придется опять ждать кто поможет старому нищим да магазин закрыт подождем два часа конечно стоять мокнуть под дождем не очень правильно но заморачиваться не будем сейчас забегать и по тавернам этот чувак должен нас помнить страшно даже подумать что было бы если бы вы с Мартином не остановили вторжение Дагона но теперь все позади слава 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 середур он заходит сюда время от времени обычно когда делает покупки он всегда ходит с большой походной сумкой полный продуктов у меня он иногда покупает книги я спрашивал его как-то об этой сумке и он ответил что часто отлучается из города по делам мне кажется в разговоре с другим моим покупателем он как-то упоминал мемориальную пещеру но со мной он никогда об этом не говорил да это недалеко от имперского города я слышал там захоронены многие герои прошлых войн что-то вроде подземного кладбища я могу предположить что у середура там похоронен какой-то родич в последнее время мало кто осмеливается ходить туда дорога стала опасной но середура очень упрямый это сделает честь любому я как-то приметил эту пещеру отметит на моей карте в общем идеальное место действительно для вампира это кладбище и мы туда отправимся через пещеру неистащим источник наступил день мы можем передвигаться свободно здесь снова форт но я туда тоже не полезу пока что форт магия там никого вроде бы и нет так и вот как раз пещера неподалеку здесь крабик охраняет и растет корень нирна так 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 пещера вон там что я немножко не туда свернул там какие-то обгоревшие руины я смотрю мы туда сейчас не пойдем мемориальная пещера найдена давайте проникнем недолго думая так ну в ходе какие-то зловещие декорации подвешенное тело зомби бродит я смотрю отличный шанс нам пострелять из лука прокачать немножко наш навык тем более что зомби по какой-то непонятной причине уязвим к холоду хотя у него должна быть устойчивость как у любой нежити давайте попробуем захватить его душонку так сразу посмотрим большой блин великие камни душ расходятся ну да ладно подзарядим меч хотя конечно так давайте посмотрим карту пойдем пока прямо там я вижу каких-то типов видимо это тоже вампиры так сохранимся да вампир ну у нас с вампирами разговор короткий кинжальчик заберем зелье яд не буду трогать и надо будет наверное после визита в эту пещеру обязательно полечиться обязательно полечиться потому что как мы знаем контакты с вампирами чреваты заражением здесь у нас здесь у нас еще один вампирчик чародей аккуратненько складируем их стопочкой снова кинжал снова кинжал наконец-то прокачались мы до стекла и лич лич это плохо тут еще вампир вояка надо как-то их по одиночке попробовать сохранимся скелеты проблемы не доставят смысл нампир плечо скелеты Проблемы не доставит Готов Серебряная клеймора Что здесь за душонка? Опять Да блин Ну ладно Несширич Неплохой посох Тут у нас тело Серебряная клейма О, перегрузка Ну ладно Сохранимся Боевой молот я не буду брать Кираса тоже у нас есть стеклянная Все это у нас уже есть Поэтому идем дальше Скелет Молоток Что тут тупик получается? Да, получается тупик Идем назад Видимо это приспешники нашего Середура А сам он где-то прячется Сохранимся Так, снова Свой воин В доедрике Вроде бы Надеюсь перчатки нам выпадут Топор Эбонитовый щит Дейдрические перчатки Отлично Орочи и поножи Орочи и шлем я возьму Для манекена Так Это нам не надо Не знаю Наверное щит возьму Попробую применить заклинание Перышко Перышко, 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 перышко Вот оно Да, перегрузку сняли Сохранимся Так, здесь снова Маг Лучник Это наверное отман зрения Так Там голоса слышится Эбонитовые перчатки Надо взять Зелье Эбонитовый лук У нас такое вроде есть Стрелы подберем Щит у меня есть Это у меня есть Кинжалы есть Так, я вроде подхватил болезнь Нет Яд Болезни вроде бы нет Сохранимся Сохранимся Пелегрим Булава тяжелая Брать ее не буду Перчатки Вот Мефриловые поножи А я все гадал Есть ли в игре поножи Мефриловые Потому что Манекен у меня Наряженный Там в мифрил Стоит Но без поножей Сохранимся Я там какие-то штаны На него надел Левые Шарахнули мы Изо всех сил В крысу Электричеством Тут у нас Скелетик Какой-то Скелет Воин Готов Двимерскую клеймору Естественно Я брать не буду Кости Кости нам не нужны Так Немножко я Потерялся в пространстве Давайте вот сюда зайдем Обновим Наш Наша перышко Сохранимся Здесь тоже тупик Блин Опять перевес 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 Давайте Используем Наверное Молоточек Не израсходовался Не израсходовался Еще 762 Круто Так Так В ту сторону Вроде бы Сохранимся Снова скелет Крыса Давайте начнем Начнем со скелета Он конечно же Сейчас призовет Готов Не успел Крыса Нас увидела Серебряная Серебряная Клеймура Так Так Мертвый пленник Не буду я это Бархол... О, ключик Ключик возьму Там кто-то стоит Идем дальше Это похоже сам Давайте Сохранимся И встретим его Лицом к лицу Пообщаемся Точно Все ряду Ну скажи что-нибудь Перед смертью Какая глупость Ты действительно думаешь Что я удивлен Твоему визиту Я позволил тебе Найти меня Разве можно Найти лучше место Чтобы избавиться От тебя Не останется Никаких тел Никаких доказательств Тогда с любовницей Роланда Я наследил Но больше не повторю Этой ошибки А когда я покончу С тобой Я найду Роланда И покончу с ним Я знал Нанимать тебя Было ошибкой Но я не хотел Возбуждать подозрений Этот чертов Орден Настоял Что мы должны Привлечь тебя Думаю После того Как я покончу С Роландом Мне придется Заняться Геленом И серой глоткой Обширный список дел Как думаешь Ну ладно Хватит монологов Пришло время Пировать Ишь какой Пировать Ну Меч призвал И сапоги вроде Или только Сапоги Ха Что-то слабоват Середур Лечится правда Собака Но слабоват Вот и все Да Придется Переться К Роланду Так Сапоги Возьму Зелье Лечение Ключ от дома Отлично Давайте Пошмонаем Здесь На сундучках Пустой Гроб Не побрезгаем Золотишком От чего Ключ Интересно Вот я подобрал Просто Кость Карту Смотрим Вроде все Здесь мы Обшарили Видимо Ключ А Наверное От решетки Вот от этой Нет Нет Решетки Тоже не Побрезгаем И на выход Идем Так Правильно я иду Так хоть Правильно Сразу Телепортируемся К Роланду Доложимся Блин А что там Закрывается Зараза Задняя дверь Опять дрыхнет Что ли Нет Надеюсь Ты с хорошими Он мертв Слава богам Я боялся Что никогда Не смогу Выйти отсюда Или что еще Хуже Что он придет Сюда за мной Наконец Я могу Вернуться домой Поразмыслив Я подумал Что орден Добродетельной крови Должен продолжать Свою работу Возможно Мне стоит Поговорить С остальными Да Я думаю Орден Должен продолжать Жить Дай мне Время Чтобы подготовиться А затем Встретимся В подвале Середура Увидимся В имперском Надо Смотаться Теперь В подвал Так Пригласил Меня зайти В здание Ордена А маркер Почему-то Ну да Ладно Давайте Вот так Сделаем Возможно Маркер Поменяется Да Поменялся Маркер Да Мы все Живы Я Герой Дом Середура Я вот Хочу Наведаться Таки На второй Этаж У нас Есть ключ Здесь Вот этот Голый Данмер Интересно Дом Середура А в кровати Спит Голый Данмер Это Наводит На размышления А Здесь Нам нельзя Находиться Штраф Нет Штрафа Нет Хорошо Это Хорошо Идем Приветствуйте Я так рад Вновь тебя видеть Мы много говорили С Геленом И Серой Глоткой Они согласны С тем Что Орден Должен Продолжать Деятельность Далее Мы бы хотели Сделать тебя Почетным членом Ордена Если тебе Когда-нибудь Понадобится Наша помощь Мы с радостью Сделаем Все возможное Вдобавок Мы бы хотели Наградить тебя Этим зачарованным Кольцом Оно пригодится Тебе в бою Кольцо Солнечного огня Ну по крайней мере В нашем мире Стало несколькими Вампирами меньше Отличная работа Если какая-нибудь Из наших книг Сможет помочь Тебе в дель Ты являешься Почетным членом Нашего ордена Если убьешь Вампира Принеси нам Доказательства Этого И мы будем Рады Компенсировать Твои расходы Прах вампира Будет достаточно Доказательства Да Они будут покупать Этот прах Сейчас Превосходно Уничтожен Каждый прах Стоит 250 золота Ну В принципе Неплохо Пусть солнечный свет Всегда озаряет Давай посмотрим На кольцо Кольцо Сопротивление болезням Отражение заклинаний Нет Нам это кольцо Не будет полезным Чем может Это просто так сидит Ничем не торгуют Они Как видим Кроме того Как сбывать Прах вампиров Здесь Делать нечего Давайте посмотрим Чтоб нам не заразиться Повышение Повышение Вроде бы Нет болезни Не подхватил я Но это отлично На этом Очередной эпизод Я завершу Спасибо всем За внимание Надеюсь В следующем эпизоде Все таки Дойдет Очередь до аддонов А сейчас Всем пока